МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Петербурге приступили к вакцинации от ковида для подростков. Зачем это нужно? Комментарии первых привившихся. Ресторатор Александр Коновалов задержан. В доме бизнесмена прошли обыски. Что вменяют лидеру сопротивления против QR-кодов? Педофилов в России теперь будут сажать пожизненно. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Максимальное наказание предусмотрено за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении всех несовершеннолетних, а не только достигших 14 лет. Кроме того, пожизненный срок грозит и тем, кто ранее не привлекался по статье об изнасиловании, а также в случае, если насильственные действия связаны с другим тяжким или особо тяжким преступлением. Задержан главный врач Петербургского диагностического центра номер один на улице Секереса. Ранее после обследования желудка в медучреждении погибли трое пациентов. Возбуждено уголовное дело по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Главный врач проходит в качестве подозреваемого. Напомню, накануне стало известно, что три человека скончались после проведения таморентгенно-исследования желудочно-кишечного тракта. По версии следствия, подозреваемый, возглавляя указанный центр, на протяжении длительного времени оказывал медицинские услуги населению, применяя контрафактный химический препарат, не отвечающий требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, вместо сертифицированного медицинского препарата. У Александры Царевой после такой процедуры умер муж. По ее словам, супругу стало плохо еще во время приема препарата и затем становилось только хуже. Скорую вызывали уже из дома. Спасти мужчину, увы, не смогли. Александра осталась с четырьмя детьми. По словам женщины, у супруга не было серьезного диагноза. Он поехал на обследование с гастритом. Он когда даже в дверях, даже дверь не мог сам открыть, я ему открыла дверь. Я сразу ему сказала тебе, что отравили. Потому что это видно было по человеку. Как они могли вообще его отпустить? Когда он лежал, и вот это постепенное угасание жизненных функций, оно именно и показывало, что идет вот это сильное отравление организма. Специалисты отмечают, единичные случаи отравления баррием уже были в России, в частности, в НИИ скорой помощи имени Джинилидзе. Уже лечили пациента с такими же симптомами. По словам врачей, признаки подобного отравления проявляются достаточно быстро. Там симптомокомплекс достаточно характерный. Ну, во-первых, привязанность к приему этого барри. Во-вторых, достаточно быстро развивается клиническая картина. Начинается она с тошноты и рвоты. Ну и в дальнейшем вся остальная симптоматика, которая связана с снижением уровня калия в крови. Комитет по здравоохранению потребовал от всех медицинских организаций, в которых проводятся подобные исследования, не допускать использования вещества, не разрешенных медицинскому применению. В настоящее время мы выясняем перечень медицинских организаций, в которых потенциальное данное вещество могло быть использовано. Всего, по информации следователей, пострадали более 20 человек. В январе 6 из них были госпитализированы. Меру пресечения подозреваемому изберут в ближайшее время. После ремонта торжественно открылся новый корпус Морского технического университета. На презентацию обновленного здания инженерно-экономического факультета приехал один из знаменитых выпускников «Корабелки», секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Какие работы были проведены и в каких условиях теперь будут обучаться студенты? Александр Громов оценил. Современные классы, оборудование, коммуникации, новый корпус инженерно-технологического факультета. Гордость морского технического университета. Именно здесь готовят управленцев отрасли, которые будут работать по всей стране. Создаются все более благоприятные условия для профессорско-преподавательского состава, для студентов. И вот сегодня мы присутствуем с вами, когда совершенно в новом виде мы видим учебный корпус, в котором будут учиться студенты, магистры инженерно-экономического факультета. Петербургская «Корабелка» – флагман масштабных изменений в судостроительном кластере России. ВУЗ занимает 28 место в рейтинге 70 лучших высших учебных заведений страны и при этом самостоятельно ведет постоянную модернизацию. Этот корпус целиком отремонтирован за собственные средства «Корабелки», как раз за те деньги, которые экономисты заработали образовательным процессом, могли потратить себе зарплату. А потратили так, чтобы не стыдно было ни перед студентами, ни перед собой, ни перед нашей Родиной. Выпускники ВУЗа занимаются не только строительством водного транспорта. Специалисты университета работают в атомной и космической отраслях. Решением президента на базе «Корабелки» будет создан инновационный центр, который разместится в Петербурге и Ленинградской области. Это стало еще одной из тем совещания, посвященного подготовке кадров высокотехнологичных производств. Реализация этого проекта создаст благоприятные экономические условия для инноваций в сфере энергетики и морской робототехники. А также предоставит, как вы знаете, новую площадку для введения внедрения, в первую очередь, предложений молодых ученых. Сейчас в Петербурге строят больше 50 военных и гражданских кораблей. Но специалистов, которые будут решать еще более сложные задачи, готовить нужно с юных лет. Для этого в городских школах открываются новые инженерные классы и детские технопарки, сказал губернатор города. Мы создали совместную карту по выбору будущей профессии среди школьников, чтобы школьники уже 6 класса могли определиться с будущей своей профессией. По инициативе города и вузов в школах создаются инженерные классы. То, о чем вы говорили, Николай Платоныч, мы это уже делаем. Город выделяет средства на их оборудование. На заседании говорили и о возможности привлечения специалистов для работы на Дальнем Востоке. Там предстоит строить уникальные суда. Что же касается самого вуза, его модернизация продолжается. На очереди ремонт факультета морского приборостроения. Александр Громов, Александр Аксенов, Новости, телеканал Санкт-Петербург. Ресторатор Александр Коновалов задержан полицией. В доме предпринимателя во Всеволожском районе прошел обыск. Мужчину подозревают в посредничестве в передаче взятки. Ну а ранее бизнесмен неоднократно призывал к бойкоту QR-кодов и их проверке в учреждениях общепиток. К слову, в поле зрения средств массовой информации Коновалов попадал и до пандемии. Обо всем по порядку в материале Елены Болдышевой. В офис Нарелеева и в поселок в Белоострове ранним утром подъехали машины силовых ведомств. У людей в погонах была санкция на обыск. Недвижимости ресторатора Александра Коновалова. Следователями, совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится ряд обысков, в том числе в отделе полиции, а также по месту проживания подозреваемого. Причина – дело о посредничестве в даче взятки. По версии следствия, Коновалов помог вернуть изъятые в сентябре кальяны и табак владелице одного из петербургских баров. Для возвращения изъятого имущества Коновалов предложил женщине передать через него как посредника взятку в сумме 50 тысяч рублей сотрудникам полиции, на что последняя дала согласие. После этого Коновалов достиг договоренности с должностными лицами полиции о получении ими взятки. По версии следствия, Коновалов в тот же день передал одному из полицейских взятку. Ранее ресторатор Коновалов неоднократно попадал в поле зрения СМИ, как организатор QR-протестов. Согласно 121-му постановлению правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, со 2 января общепиту обслуживать посетителей без QR-кода нельзя. Достаточно большое количество заражений происходит в притесном контакте. Сейчас у нас, вы понимаете, это видно уже из статистики во всей Российской Федерации, пришел новый штамм Омикрон, еще более заразный. Несмотря на требования, Александр Коновалов в январе разместил на своей странице карту сопротивления. За этим последовали регулярные рейды силовиков в заведения. Нельзя попасть сюда ни владельцу, ни сотрудникам, никому. Подчеркну, не вести деятельность, а просто даже попасть внутрь не дают. Александр Коновалов попадал в поле зрения СМИ и до наступления коронавирусной эпохи. Так, в сентябре 16-го в одном из городских изданий появилась статья. В ней говорилось о том, что арендная плата за уличные торговые точки идет не только в городской бюджет, но и в кассу ИП Коновалов. Согласно материалам журналистского расследования, через Александра Коновалова можно было решить вопрос уличной торговли. Мимо бюджета проходили более 2 миллиардов арендной платы. Обороты его бизнеса корреспондент тогда оценил в 4 миллиарда рублей. В эти минуты Александр Коновалов находится в здании следкома на Московском, 81. В ближайшее время следствие намерено выйти в суд для избрания ему меры пресечения. Екатерина Павлова, Александр Сокуренко, Алексей Золотенков, Нарина Степанянц, Елена Болдышева и Дмитрий Павлов. Новости телеканал Санкт-Петербург. В Петербурге стартовала вакцинация подростков от коронавируса. Для этих целей в детских поликлиниках на данный момент работает 59 кабинетов. Одной из первых прививку сделала 14-летняя Ксения Шалькова. В пункт вакцинации девочка пришла вместе с отцом. В семье почти все взрослые уже привились, кроме бабушки. У нее медотвод. И вот чтобы с ней видеться, подросток решила пройти вакцинацию и обезопасить и себя, и близких. Было волнение небольшое, потому что я и так боюсь прививок, уколов. И для меня это, конечно, было волнительно. То это делалось для моей безопасности, для защиты моей. И я несу ответственность за других людей. Первые компоненты вакцины «Спутник М» получили также дети председателя комитета по благоустройству Василий Понеделко. Он отметил, что двое его сыновей сами захотели сделать прививку от коронавируса. Мы, во-первых, точно убеждены, что это идеальная защита от заболевания от вируса. И это позволяет все-таки подросткам, ведущим активную жизнь, продолжать ее вести, познавать этот мир. Как вы видите, своих детей мы не травим, своих детей мы защищаем. Этим препаратом собираются прививать детей в возрасте от 12 до 18 лет. Как и «Спутник Ви», это двухкомпонентная вакцина. Ранее, по словам разработчиков, она прошла клинические испытания. Первая партия, которая поступила в Петербург, это почти 3000 доз. Врачи рекомендуют прививать детей с хроническими заболеваниями. Записаться на вакцинацию можно через портал Горздрав и по телефону 122. Напомню, для вакцинации детей необходимо письменное согласие родителей. Количество обращений в службу 122 выросло в 2,5 раза в связи с ухудшением в городе эпидситуации. В начале недели петербуржцы отмечали, вызвать врача на дом невозможно, система зависла. Причем пик нагрузки пришелся наперед с 8 до 10 утра. Из строя вышла даже голосовой помощник Виктория. А вот реальные сотрудники горячей линии самообладания не потеряли. Несмотря на работу нон-стоп, Анастасия Шахова убедилась. Здравствуйте. Вы обратились в информационно-справочную службу 122 города Санкт-Петербурга. Меня зовут Вероника. Слушаю вас. Ежедневно Вероника принимает по 200-250 звонков. В основном люди хотят попасть на прием к врачу, вызвать его на дом и записаться на вакцинацию. В службу 122 она устроилась 8 месяцев назад. И все это время работает в режиме нон-стоп. Говорит, что помогать людям ей нравится. Я вот работаю в сменный график, поэтому я стараюсь всегда прийти заранее, минут за 20 где-то. Потому что мне нужно подготовить рабочее место, включить компьютер, открыть необходимые программы. Нужно, знаете, настроиться, да, и чтобы выйти на линию в спокойном, в прекрасном настроении, чтобы ничего уже не отвлекало от общения с людьми. Количество обращений за последнюю неделю достигло пиковых значений. В минувший понедельник в службу обратились 168 тысяч человек. Причем самая большая нагрузка пришлась на период с 8 до 10 утра. Естественно, система не выдержала и произошел сбой. К сожалению, никто не ожидал, что тех существующих магистралей с сотворимператорами не хватит. И, конечно, то количество вызовов, которое свалилось на службу 122, оно перекрыло все транспортные потоки. Соответственно, мы оперативно связались с оператором сотовой связи и попросили расширить с их стороны стыки. Неравномерная нагрузка вывела из строя и голосового помощника Викторию. Но сотрудники оперативно увеличили мощности и теперь единовременно можно обрабатывать 2,5 тысячи звонков. Сейчас на голосового помощника приходится почти 90% всех обращений. В службу 122 обратилась и Алена Морозова. Почувствовав себя плохо, она не стала дожидаться 8 утра и набрала номер раньше. Мне ответил оператор практически сразу. Вызвала через робота доктора. И буквально спустя 3-4 часа пришел терапевт. Все выписал, взял мазок. Никаких вопросов. Когда пришел результат положительный на коронавирус, позвонили из службы, рассказали, что дальше делать, когда идти на повторный мазок. Служба 122 только принимает заявки, а операторы консультируют горожан. Причем в круглосуточном режиме. Это значит, что заявку на вызов врача можно оставить даже ночью. Анастасия Шахова, Сергей Готц, Андрей Соколов, телеканал Санкт-Петербург. В Петербургской подземке сейчас все силы, мобилизованные для санитарной обработки состава, в борьбу с вирусами и бактериями, ведут новым, быстрым, но эффективным методом. Система называется «Холодный туман». Даже романтично. Состав обрабатывают не только перед выходом на линию, но и в середине рабочей смены. Поэтому действовать приходится действительно оперативно. Александр Бурени наблюдал за процессом. Составы метрополитена должны обрабатываться быстро и качественно, чтобы поезд можно было возвращать на маршрут, не дожидаясь, пока все высохнет и выветрится запах. Поэтому система «Холодного тумана» подходит для этого идеально. Ну и согласитесь, звучит очень красиво. Холодный туман сгущается над загрязнением и рассеивает его. В парогенератор заливают специальный дезинфицирующий раствор, который уже внутри превращается в наилегчайшую взвесь. И поэтому максимально действует на бактерии и вирусы. Взвесь более мелкая, соответственно, она проникает во все труднодоступные места. То есть практически повсюду. Из-за того, что слой и туман более мелкий, скорость высыхания его достаточно большая. Состав обрабатывают не только перед выходом на линию, но и в середине рабочей смены. После нескольких кругов по своей ветке. Дезинфекция проходит ежедневно. Дезинфекцию проходят все подвижные составы. Ежесуточно проходит это порядка 18 составов. Составляет 226 вагонов. После обработки парогенератором в каждом вагоне вывешивают специальные лампы по технике безопасности. Смотреть на их свечение нельзя. Поэтому включили оборудование только после того, как съемочные группы ДПО покинули. Лики, лица, морды. В мраморном дворце Русского музея открылась выставка художников-шестидесятников и современных авторов. Ее приурочили к 90-летию Анатолия Зверева. Большая часть представленных картин написана именно им. Организатор выставки – один из частных музеев России. Все работы выполнены в портретном жанре. Всего их в экспозиции более 90. Также представлены картины таких известных художников, как Михаил Шемякин, Иван Лубенников и Григорий Брускин. Мы сейчас живем в такое сложное время. Мы постоянно ходим в масках, мы закрываем свои лица. Мы вообще перестали как-то узнавать друг друга по лицам. В основном по каким-то другим чертам. Фигуры, походки и так далее. Поэтому, когда мы показывали этот проект в Москве, он был очень-очень популярен. Пришло более 20 тысяч человек за три месяца в наш музей. Добавлю, творческое наследие Анатолия Зверева насчитывает более 30 тысяч работ. Сегодня художника именуют русским Ван Гогом. В свое время Павло Пикассо называл его великим русским рисовальщиком. Новости экономики далее в нашем эфире. Их представит Аркадий Широградский. Аркадий, здравствуйте. Что бы вы отметили как главное на сегодня? Екатерина, Юрий, приветствую. Ну, я бы назвал укрепление рубля. На бирже евро сейчас дешевле 87 рублей. То есть официальный курс евро снизился за сутки почти на 2 рубля. И это существенно. Доллар тоже дешевеет. Ну, а подробности в выпуске.